Всем привет! Вы на канале Мартина Эльстер. Многие из вас уже знают, что в этом году я окончила бакалаврат в Польше. И поэтому сегодня я решила снять такое видео, в котором я подытожу свои два года обучения в польском вузе. Почему же я училась два года? Как прошел мой выпускной? Как я писала диплом? Как же я его защитила? И вообще, как я оцениваю польское образование? Ответы на все эти вопросы вы услышите в данном видео. А перед просмотром подпишитесь на мой канал, поставьте ваши большие пальчики вверх. А после просмотра данного видео оставьте ваши комментарии. Напишите, как вы оцениваете польское образование. А если у вас есть какие-то вопросы, то вы их можете мне здесь задать. Для тех, кто на моем канале впервые, я расскажу, что я училась в Польше. В Поморской академии, которая находится в городе Слупск. Училась я на факультете политологии на специальности новую медиа и общественная коммуникация. Для начала расскажу, почему же я за два года успела закончить вуз. У нас в Украине учатся на бакалаврат четыре года, здесь в Польше три. Но я успела окончить бакалаврат за два года. Как это вообще произошло? Я в прошлом году закончила первый курс. Приехала уже осенью в сентябре 2016 года, чтобы учиться на втором курсе на моей же специальности. Уже буквально до учебы оставалось несколько дней. И ко мне пришел мейл на почту, что, извините, ваша специальность закрылась, потому что группа разбежалась, можно так сказать. И преподаватели написали письма к декану и в общем. К чему же я это все? Меня перевели на третий курс. А получается, второй курс я сдавала экстерном. Ни на какие пары я не ходила. Я училась на третьем курсе, посещала с той группой все пары. А второй курс, все предметы за второй курс я просто по ходу дела сдавала. И как же это вообще было тяжело или легко? Нормально, я вам так скажу. Более того, я сдавала предметы за второй курс политологии, за третий курс политологии и за первый год немецкой филологии, потому что я еще учусь на немецкой филологии. И фух, я уже сдала все предметы. Было иногда очень-очень сложно, но все это уже позади, слава богу. Что касается вообще преподавателей учебы, об этом всем я рассказывала в своих предыдущих видео. Недавно у меня был выпускной в Академии. Здесь я вставлю некоторые свои фотографии и буду вам сейчас рассказывать, как это вообще прошло. Выпускной у нас был платный, надо было платить 60 злотых с каждого. На эти деньги закупались цветы и разные статуэточки, шапочки нам подарили с выпускного. Вообще все прошло нормально, но сам прикол того, что сначала проходит выпускной, а потом уже защита дипломов. Я не знаю, может в Украине тоже так, я не училась, так что ничего я вам сказать не могу на эту тему. Но вообще это как-то странно, ты вроде бы выпустился, но еще диплом не защитил. Пофоткались в этих костюмчиках, не знаю как они называются. В общем было нормально, весело, шапочки подкидывали, все в лучших традициях. И вчера, 19 числа, 19 июня у меня была защита диплома. Я вообще не понимаю, как я успела написать диплом, потому что три специальности, грубо говоря. Много предметов, много зачетов, экзаменов, домашних заданий. Помимо этого у меня тренировки, потому что я черлидер. Разные выступления и всего-всего-всего. И помимо этого еще живешь в общежитии, нужно себе и в магазин сходить, и еду приготовить, и поубирать. И боже, много дел было просто. Дипломку я начала писать очень-очень поздно, потому что я написание откладывала. Но потом, в первом семестре, я думала, блин, я же не знаю, как ее вообще писать. Я вообще даже не представляла, с чего начать. И я ее начала писать где-то в апреле. В принципе, диплом я дописывала в последний момент. Я отдала его на антиплагиат, когда в среду я его отдала. И результаты я узнала только перед защитой диплома. Потому что были выходные, все дела, все гуляли, никто не работал. И результаты антиплагиата я узнала прямо перед защитой. И я, если честно, ночами просто не могла спать. Мне снились разные сны, что я не прошла эту программу, что все, я не сдаю уже, не защищаю этот диплом. Но, в общем, фух, я пришла, только открылся секретариат, пришла, узнала, как там обстоят дела. И более того, мои дипломные работы проверяли не у меня в секретариате, потому что он был закрыт. Вообще, в секретариате на польской филологии. Они вообще выручили, реально пошли навстречу мне, потому что вообще секретариат твоей специальности должен проверять твою дипломную работу. Но я уже там рассказывала, что мне нужно ехать, я уезжаю, тоже преподаватели уезжают. Вообще времени нет, надо до 19-го числа защититься срочно, срочно, срочно. Они взяли мою дипломную, все отлично. Вчера была у меня защита. На защите у меня лично в академии присутствовал мой преподаватель, который курировал написание моей дипломной работы. Один еще преподаватель, который, боже, я не знаю, как это на русском. То есть он тоже задавал свои вопросы. И декан, конечно же. Все прошло налегке, все отлично. И я теперь бакалавр. Между прочим, я еще не сказала, что моя дипломная работа была написана на тему медиасповочность. То есть медиа как инструмент политической коммуникации на Украине. Извините, что я так долго это перевожу. Я писала дипломную работу на фейсбуке, о твиттере, о инстаграме. Описывала трех политиков. Так что у меня дипломная работа очень актуальная. Материалов на эту тему, кстати, было очень малое. Поэтому я считаю, что выбранная тема была очень хорошо. Ее еще немного кто описывал. Так что она мне очень понравилась. Мне было интересно о ней писать. А сейчас в социальных сетях, кстати, если вы еще не подписаны на меня в социальных сетях, то ссылочки находятся в описании под видео. Приходит, в общем, мне много смс-ок с текстом, что, боже, ты закончила уже учебу, что ты сейчас будешь делать, ты едешь обратно в Украину, идешь работать, уезжаешь, не знаю, что там, только мне не пишут. В общем, отвечай. Спокойно. Я еще сама не знаю, что будет дальше. Поэтому это лето покажет, что будет. Останусь я в Польше? Не останусь. Где я буду учиться? Но скажу я вам, что у меня еще осталось два года немецкой филологии. И от меня только зависит, что я буду делать дальше. Пока всех карт я вам раскрывать не буду. Так что следите за мной в социальных сетях. Я, конечно же, буду вам рассказывать обо всем понемногу, что происходит в моей жизни. Также я не буду прекращать снимать видео. Поэтому вы не переживайте. И вообще мне было приятно учиться здесь в Академии. Мне понравилось. Если вы спросите, ехать по Морской Академии на учебу или нет, я вам скажу, едьте. Вы не пожалеете, в общем. Вы ничего не потеряете. И вообще польское образование я могу оценить на твердую пятерку. Так что мне все понравилось. Я ни в коем случае не жалею, что я поехала на учебу в Польшу. Это было хорошее время, действительно. Но я еще не покидаю эту студенческую жизнь. Как я уже говорила, еще два года немецкой филологии. И мне, конечно же, было очень приятно, что многие из вас были со мной с самого начала, когда я только подавала документы, когда я только поступила. В общем, с момента появления моих первых видео на канале, где я рассказывала о поступлении, где я собирала вещи вместе с вами сюда, в Польшу. И вот до момента выпуска вы уже со мной два года. Большое вам спасибо за то, что вы меня смотрите. И на этом, наверное, я закончу это видео. Будьте счастливы, будьте в хорошем настроении. И поднимите мне настроение, поставьте ваши большие пальчики вверх. Так что не забывайте писать ваши комментарии, подписываться на мой канал. С вами была, конечно же, я, Мартина Эльстер. Всем пока. И просто будьте счастливы и улыбайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok